Улицу Ломоносова переименуют в улицу Зенты Маорини, улицу Лермонтова в Виле Плуденя, Тургенева в Вильгельма Пурвиша. Исчезнет и улица Сергея Эйзенштейна, превратится в улицу Анны Бригадера. С табличек домов исчезнет и Пушкин. Улица, носящая его имя, станет улицей Карля Миленбаха. Центр общественной памяти насчитал как минимум 98 топонимов, которые носят след русификации и прославляют коммунистический и тоталитарный режим. И предложил министерству юстиции их изменить. Эти географические названия не просто совпадения или просто названия. Эти специально созданные в свое время географические названия, которыми были названы различные улицы, памятники, а кое-где даже населенные пункты, были намеренно созданы, чтобы стереть факт существования Латвии как независимого государства. Еще в 2021 году Центр общественной памяти начал составлять список с названиями, которые, по их мнению, прославляют коммунистический и тоталитарный режим или символизируют политику русификации. И тогда Рижской думе было предложено переименовать три улицы. Сегодня неугодных мест уже гораздо больше, и это не только улицы. В общей сложности Центр собрал не менее 98 географических названий, прославляющих коммунистический и тоталитарный режим или его сторонников, а также 47 географических названий, прославляющих символы политики русификации. Кроме того, было выявлено множество географических названий, которые не просто заимствованы из русского языка, но по непонятным причинам сохранились в 2022 году на русском языке только в транслитерированной латинице, например. Голодные ручьи, Малиновая гора, оброчная статья, Тихая пристыня. Многие города и регионы уже успели избавиться от неуместных, как считают в центре, названий. Например, это Огорский край, где среди прочего ликвидирована улица Пушкина. Также поступили и в Валкском крае, увековечив председателя Временного национального совета Латвии Вольдемара Замуэля и членов совета Яниса Акуратерса и Карлиса Скалбе. Также разные улицы переименованы в Салдуском, Алуксненском, Прейльском и Талсинском краях. Впрочем, ряд регионов решили не спешить с переименованием – Лудза, Балви, Сигулда. А, к примеру, в Даугавпилсе заявили, что переименовывать улицы не собираются, так как у города богатая история. Самая ненормальная ситуация сложилась в Риге, где, по крайней мере, две фракции выразили желание изменить название улиц. Но официальные органы, подчиняющиеся мэру Мартин Шустакесу после двух отказов в 2021 и 2022 годах, так и не смогли официально начать переименование улиц, названных в честь сталинского генерала, сталинского автора ядерного оружия и депутатов Сталинского Советского Союза. Отмечу, как сегодня заявила вице-мэр Риги Линда Озола, коалиция Рижской думы пока неформально договорилась переименовать три улицы. Детлова Брандкална, Мстислава Келдыша и Валентина Пикуля. Министр юстиции Янис Борданс отметил, что расходы на изменения географических названий в самоуправлениях планируется покрыть из государственного бюджета. Рассматривать этот законопроект будет уже следующий сейм. Юлия Бита, Марис Юргенсенс, РУС ЛСМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова